привет это проект географии инвестиций мой публичный портфель и мы продолжаем инвестировать в акции российских компаний и акции зарубежных инвестиции мы все проводим через теньков инвестиции и так давайте посмотрим что изменилось в моем портфеле за июль и середину августа месяца июля у нас пошел можно сказать на нулевых отметках рост составил всего 0,84 процента август месяц на данный момент рисует уже на 2,84 процента средняя годовая моего портфеля составляет 18 процентов начнем с приятного начнем с того какие дивиденды нам поступили за полтора можно сказать месяца то что мы видели с вами последний раз наверное в начале июля афк система выплатила дивиденды дивиденды конечно у них небольшие и в портфеле у меня ее очень мало поэтому у нас всего 62 рубля пришло банк хаттингтон также перечислил нам дивиденды кстати дивиденды от хаттингтон нашли достаточно долго теньков инвестиции не спешил их перечислять и задержал практически на две недели свыше обещанного срока но дивиденды нам пришли и дивиденды составили 6 долларов 75 центов выплата также пришла дивидендов под от нефти у меня и обыкновенные акции и привилегированные по обычным нам заплатили 861 рубль а по привилегированным всего 492 но у меня там в два раза меньше акций чем обыкновенных от хаттингтон пришли дивиденды у меня их было 10 штук и заплатили мне всего как всего возможно это и нормальные дивиденды на 10 штук все у меня их было бы тысяча конечно сумма была бы другая но поступило нам 4 доллара 67 центов также пришли дивиденды от компании мерк 4 доллара акции мерка у меня было примерно штук 7 или 6 я уже точно не помню на эти акции и были начислены дивиденды нлмк заплатил тоже хорошие дивиденды мы получили 841 рубль начну сразу с нлмк был откат на 220 после чего продолжился ее рост я не докупал уже потому что денег у меня по сути свободных не было на сентябрь месяц 3 сентября будет закрытие реестра акционеров дивиденды обещают очень хорошие 13 рублей 62 копейки на одну акцию это пять целых тридцать одна сотая процента доходности так что нлмк мы держим и пока продавать не планируем хотя бумага может вполне сходить еще раз вниз и еще раз показать нам 220 а может и того ниже так как обещают новый налог для металлургов опять же для тех кто разрабатывает полезные ископаемые и повышение налога скорее всего будет в 2022 году что начнем с аутсайдеров моего портфеля аутсайдером является также discovery минусует более 8 процентов полиметал но тут небольшое снижение на 5 процентов тоже мы его держим тоже ждем объявление дивидендов пока этой информации нету но скорее всего в конце сентября начале октября будет закрытие реестра акционеров по полиметалл вырезан тоже у меня именно минусует но минус очень незначительный мы его держим так как скорее всего в октябре по нему будет закрытие реестра акционеров выплаты у них стабильные и очень хорошая доходность более 1 процента также в минусах у меня fk система интерау интерау это вообще отдельная история зря я в нем увеличивал позицию поэтому держим пока ничего не предпринимаем потому что свободных денег у меня пока нет чтобы докупить его среди и усреднить интерау нлмк русагра татнефть у меня в стабильном плюсе ну кроме татнефти конечно она показывала и минус и спускалась опять ниже 500 480 по обыкновенному акциям по привилегированным ниже 450 она тоже спускалась но мы их держим как я и говорил татнефть это очень интересная компания находит в большом в принципе диапазоне 480 550 мы по ней видим после дивидендной отсечки я не закрыл позицию оставил я надеялся на рост но все-таки мы опять пошли 500 рубля где я обычно и закупаюсь поэтому мы держим и наша цель опять же потать нефти это свыше 550 район 600 я думаю мы увидим по этой бумаге моем портфеле опять появилась нефтяная американская компания но у меня такой спекулятивный по ней планы и у меня ее не очень много я всего 20 штучек взял и планирую закрыть позицию на 6 долларов за акцию покупал ее за 5 долларов 40 центов пока плюсуем на 4 почти на 5 процентов хотя график движется и возможно сегодня же мы увидим рост тейк профит я поставил на 6 поэтому если цена достигнет она у меня автоматически закроется банковский сектор у меня хотим там мы его тоже держим я докупил достаточно много по ней бумаг на просадке среднего меня сейчас составляет 14 долларов 28 центов моя цель я также быстро по ней ты профит 15 с половиной доллара за акцию если цена к ней подает подойдет то сделка автоматически должна закрыться пока мы плюсуем почти 6 процентов но опять же я в ней практически месяц и тот прогноз который дают аналитики то что бумага поднимется к 16 долларам за акцию конечно это возможно но я выставил именно такую стоп заявку на 15 с половиной как-то я не очень уверен в том что цена поднимется к 16 и даже выше я думаю будет опять же откат 14 и даже возможно сходим на 13 будем следить за этой бумагой дивиденды объявили дивиденды дивидендная отсечка будет 15 сентября дивидендная доходность один процент очень хорошие дивиденды я думаю стоит держать эту компанию у себя в портфеле также я слежу за компанией мерк будем ее покупать наверное в районе 72 если цена пойдет вниз у них также объявлены закрытия реестра акционеров 13 сентября доходность немного ниже чем у хаттингтона 80 0,86 процента и с biofarm и я слежу за компания gilead мы видим то что рост на за доходит уже до 70 свыше 70 долларов за акцию но я рассчитываю и купить в районе 60 но посмотрим посмотрим что нам это принесет и опустится ли она ниже 70 или закрепиться в дивидендная доходность у них тоже отличная один процент 771 цент на одну акцию поэтому компанию конечно интересно добавить свой портфель но по более низкой цене по 7 70 долларов конечно я ее уже не буду к себе добавлять потому что она не интересна по такой цене то что сейчас происходит на фондовых рынках и я скорее всего это характеризовал так что борется жадность и страх но пока жадность побеждает потому что бумаги откупаются и мы видим рост компании но это скорее всего не жадность и страха безумие и отвага поэтому будьте осторожны я сейчас планирую все-таки закрывать позицию и по хаттингтону если она достигнет этого уровня единственно оставляю в своем портфеле именно нлмк тот нефть и будем следить за меркам gilead и тот же хаттингтон на сентябрь месяц по дивидендам доллар у нас укрепляется рубль немножко снижается за счет чего мы наверное и увидим небольшой рост именно металлургов и нефтяников которые получают свою прибыль не в российских рублях а именно в долларах друзья на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании и ссылка на открытие брокерского счета не повторяйте за мной мои сделки всегда самостоятельно при не принимайте решения до новых встреч на проекте география инвестиций всем пока география инвестиций максимум география инвестиций география инвестиций все-таки Продолжение следует...